У вас, уважаемые слушатели лектория, спасибо, что вы пришли к нам сегодня, на следующий день. Продолжаем наш лекторий в духовной биографии Марии Толстого. Тема нашей сегодняшней лекции – «Кавказ. Творчество Толстого». Прочтет лекцию старший научный сотрудник музея Толстого, Роман Чугариса Юрьевна. Кавказ занимает особое место в жизни и творчестве писателя. Когда впервые Лев Николаевич оказался на Кавказе, в своем дневнике он записал. Это май 1851 года. «Пишу в 10 часов ночи в Староблатковской станице. Как я сюда попал, не знаю. Зачем тоже?» Вот так все начиналось. Но Кавказ, конечно же, сыграл огромную роль в жизни и творчестве Толстого. Не случайно судьба отправила Льва Николаевича туда. Именно там он, как мы все знаем, стал великим писателем, создав уже сразу замечательное произведение «Повесть детства». Оно было напечатано в журнале «Современник» и поставило Толстого в ряд лучших литераторов, писателей того времени. И потом, на протяжении творческой деятельности, Толстой будет снова и снова возвращаться к теме Кавказа, Кавказской войны. В молодости он напишет «Повесть казаки». Военные рассказы, набег, рука леса, разжалованный. В 70-е годы создаст рассказ «Кавказский пленник» для детей, который мы все с вами хорошо помним с детства. Ну а на рубеже веков, уже в позднем творчестве Толстого, появится его художественный шедевр, духовное завещание Толстого, как многие говорят. Это «Повесть Хаджи Мурат». Вот об этих произведениях сегодня мы и будем с вами говорить. Ну а также об основных событиях кавказского периода жизни Толстого поговорим. Вот в этом решении отправиться на Кавказ большую роль сыграл старший брат Толстого, Николай Николаевич. В канун нового 1851 года он приехал в отпуск, в Ясенополяно, с Кавказа, где он служил уже несколько лет. Братья пообщались, и 29 апреля Николай уже с Альбом Николаевичем вместе отправляются на Кавказ, в действующую армию. Сначала они приехали в Москву, где была сделана вот эта фотография Толстой с братом, одно из первых изображений писателя. В военной форме справа Николай Николаевич, и волонтером едет Лев Николаевич. Толстому 22 года. Он в эти годы интенсивно работает над собой, ищет свое предназначение, ищет себя, ведет дневник. Цель ведения дневника было во многом самовоспитание, саморазвитие, познание себя. Ну вот, например, такой отрывок, выдержка из дневника. Главные мои недостатки – неосновательность, раздражительность, излишнее самолюбие, тщеславие, привычка к праздности. Буду стараться постоянно наблюдать за этими тремя основными пороками и записывать всякий раз, что буду впадать в них. Также Толстой пишет правила в жизни, такую ведет тетрадь, и одну из них так и гласит – «Искать положений трудных». Вот, наверное, это его желание искать положений трудных, испытать себя, и во многом толкнуло его туда, на войну, на Кавказ. Не случайно его тетушка Татьяна Александровна Ербельская называла Льва Николаевича человеком, испытывающим себя. Это действительно так. Лучше всего свои чувства и мысли, когда он ехал на Кавказ, Льв Николаевич описал в «Повести казаки» автобиографическом произведении, где о Дмитрии Оленине, своем любимом герое, он написал так, что он раздумывал над тем, куда положить всю силу молодости, только раз в жизни бывающей в человеке, на искусство ли, на науку ли, на любовь к женщине или на практическую деятельность. Не силу ума, сердца, образования, а тут неповторяющийся порыв, ту, на один раз данную человеку власть, сделать из себя все, что он хочет, и, как ему кажется, всего мира, все, что ему хочется. До отправления на Кавказ в Толстой 4 года не знал, чем заняться буквально. Вот искал себя, то он пытался устроить жизнь своим крестьян в Яснеполяне, то он жил в Москве, в Петербурге, мечтал служить в гражданской или военной службе, погружался в светскую жизнь, ездил к цыганам, но, конечно, при этом продолжал сведение дневника, самообразование. Вот таким был Толстой, когда отправлялся туда, на Кавказ. Проведя два дня в Москве, братья едут затем через Казань, где останавливаются на две недели, и там на Толстого нахлынули воспоминания юности, ведь в Казань он учился, в Казанском университете. Далее едут в Саратов, на лодках плывут до Астрахани, и затем на лошадях от Астрахани до Кизляра. Полезка по России на Кавказ была одним из лучших дней жизни, вспоминал потом Толстой. И говорил, что можно целую книгу было написать об этом путешествии. Ну, особо сильное впечатление на Толстого произвели горы. Он почувствовал всю громадность гор, бесконечность этой красоты, и долго не мог ни о чем другом думать. Так он напишет в «Повести казаки». Остановился Лев Николаевич в казаче станице Старогладковской на левом берегу Терека. Там жили переселенцы, крестьяне, бежавшие с незапамятных времен туда на Кавказ и образовавшие вот эти казачьи поселения, станицы. В основном это были старобрядцы. Жил Толстой в доме богатого казака Алексея Сехина и также у его брата Бобыля Епифана Сехина, с которым подружился. В Старогладковской стояла четвертая батарея 20-й артиллерийской бригады, в которой служил его брат Николай Николаевич Толстой. Всего Толстой проведет на Кавказе два года семь месяцев. Из них год и семь в станице Старогладковская. А остальное время в разъездах, участвуют в военных действиях, в походах. Бывал Толстой в Пятигорске, в Железнодомодске, в Тихлисе. Ездил в другие казачьи станицы, в крепости Грозный, в Аздвиженской и в Владикавказе. В общем, объехал Кавказ основательно. Вот мы видим современную фотографию. Это станица Старогладовская. Она называется чуть-чуть по-другому сейчас. С 2008 года не Старогладковская, а Старогладовская. Это Республика Чечня. Здесь находится литературно-этнографический музей Льва Николаевича Толстого. Раньше это была школа, здание школы. И был такой школьный музей первоначально. И директор этой школы, Иван Радченко, создал сначала такой школьный музей. Потом уже был сделан вот такой литературно-этнографический музей. Он является филиалом Национального музея Чечни. Памятник Толстому во дворе. Это работа скульптора Остапова. Кроме того, рядом вот такие вот реконструкции казачьих построек. Хата казачья. Дом дожит чего казакам. Ну, что касается самой Кавказской войны, надо, конечно, два слова сказать. В ней принимала участие Толстой. Почему она шла? Началась она еще в 1817 году. И продолжала в 1864, почти полвека. Шло вот это покорение Кавказа. Закончил с присоединением вот этих земель в Российской империи. Причины вот этой войны, то, что называется геополитические. Александр I опасался за южные рубежи России. На эти земли претендовали и другие сильные державы. Персия, Турция. Они распространяли свое влияние там. Вели подстрекательскую деятельность на этих землях, вот, среди местного населения. Часть территорий еще раньше приняли подданство, вошли в состав России. Но далеко не все. И вот, чтобы, как говорится, все уже, все эти территории стали лоялены России. И шла вот эта вот война. Полвека, действительно, очень долго. И она нашла отражение в нашей русской литературе у многих писателей. Лев Николаевич, приехав на Кавказ, поначалу хотел понять разумность, некий смысл найти вот в этой войне и оправдать ее, оправдать эту политику, которую вели наши цари. Сам он служил, естественно, служил в артиллерийской бригаде. И первое время, конечно, он думает об этом, пытается найти разумные обоснования, объяснения. Но постепенно, на протяжении лета, десятилетий, его отношение меняется к этой войне. И уже в повести Харжа-Мурат мы встречаем резко отрицательное отношение к политике Николая, и внешней, и внутренней, и вот осуждение этой войны. Как, впрочем, осуждение любой войны вообще. Мы находим в творчестве Толстого. Итак, гребенские казаки, вот, среди которых жил Толстой, они жили в таких вот добротных хатах, занимались в основном, конечно же, военным делом, но также у них было развито виноградарство, скотоводство, охота. Это были особые люди. Ильф Николаевич жил в России, где крестьян он видел крепостными, привык к таким вот крестьянам. А здесь люди из народа, казаки, но без крепостного права живут. Он впервые увидел вот таких свободных, свободолюбивых людей. Отсутствие крепостного права и военное дело развили в мужчинах независимый, смелый характер. И женщины вследствие постоянного тяжелого труда ведения хозяйства также отличались самостоятельным, мужественным характером, стойкостью и здравым смыслом. Так пишет Толстой в повести. И, кроме того, вот хочу еще отзыв о женщинах-казачках привести. Женщины большей частью и сильнее, и умнее, и развитее, и красивее казаков. Пишет Толстой в повести казаки. Вот свою жизнь в этой станице Старогладковской Толстой и опишет в повести казаки. Он будет работать над этим произведением 10 лет. Первоначальное название повести «Беглец». Первый набросок этой повести был сделан 16 апреля 1853 года в станице Червленой. Это было стихотворение в стихотворной форме. «Эй, Марьяна, брось работу» на манер народной песни. Здесь уже появляется имя главной героини. По содержанию это стихотворение представляет собой описание встречи, возвращающихся из похода казаков. Далее в июне 1853 года был написан первый вариант романа в трех частях под названием «Беглец» или «Беглый казак». В основе романа история казака, бежавшего из родной станицы после конфликта с офицером. Он бежит в горы, но его ловят и казнят. Но постепенно вот этот авантюрный сюжет уходит из повести. И Олег Николаевич создает повесть «Казаки», в которой мы находим синтез лирического и эпического начала. Описание жизни и быта казаков, природы Кавказа сочетается с описанием внутреннего духовного мира главного героя. Вот такой удачный синтез получился в этом произведении. Работая над казаками, Толстой читает Гомера, восхитительную Илеаду, учится у него эпическому роду работы с материалом, когда бытовое сочетается с бытийным. В дневнике в эти годы он пишет, эпический род не становится один естественен. Как мы помним, в следующей эпической работе эпическим полотном станет «Война и мир». Именно создавая казаков, Толстой учится писать вот такие эпические полотна, где он прекрасно умеет сочетать эпическое и лирическое начало. Толстой писал о казачестве как об идеале народной жизни. Вот, например, некоторые его высказывания о казаках. «Будочность России, казачество, свобода, равенство и обязательная военная служба каждого». Записывает он в записной книжке. Для многих крепостных жизнь казаков действительно представлялась идеалом. И они продолжали в XIX веке бежать туда, на южные рубежи России и на запад. Казаки жили в разных местах, как известно. Таким образом, Толстой выражает здесь, в общем-то, некую мечту христианства русского, закрепощенного еще в то время. Далее, в XIX веке появляется еще одна запись интересная в записной книжке о казахахах. «Всемирно-народная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства, устройства беспоземельной собственности. Эта истина не есть мечта, она факт, выразившаяся в общинах крестьян, в общинах казаков. Эта идея имеет будущность». А еще через пять лет, в 70-е годы, Толстой скажет, «Вся Россия сделана казаками. Недаром нас зовут европейцы казаками. Народ казаками желает быть». И вот с любовью Толстой изображает этот казачий мир в своей повести. Это сильные и простые люди, которые сумели среди враждебных, в общем-то, макометанских племен, чужеродной культуры, сохранить свои обычаи, традиции, веру, язык. И вот эта приверженность к патриархальному кладу, свободолюбие этих людей и отсутствие крепостного права их представляли с толстого идеалом будущего государственного устройства России. «На этой плодородной, лесистой и богатой растительностью полосе живет с незапамятных времен воинственное, красивое и богатое староведческое русское население, называемое гребенскими казаками», пишет он в повести «Казаки». Героиней этой казачьей идиллии становится Марьяна красавица, главная героиня повести. Вот это иллюстрация художника Лансере. Кстати говоря, в третьем нашем зале, там экспонаты, связанные с Кавказом, можно видеть эти иллюстрации. Красавица Марьяна. Черты ее лица могли показаться слишком мужественными, ежели бы не этот большой стройный рост, строгое и нежное выражение длинных черных глаз и ласковое выражение рта и улыбки. Она гордую и веселую царицей казалась между другими. Описана так она в повести. Образ простонародной Афродиты в центре казачьей идиллии. В нее не может не влюбиться главный герой повести Дмитрий Оленин, в котором мы угадываем, конечно, молодого Толстого. Любовь к Марьяне придает смысл его жизни, дает ту нравственную опору, которую он искал, направляясь на Кавказ. Вот цитата из повести. «Может быть, в ней я люблю природу, олицетворение всего прекрасного природы. Любя ее, я чувствую себя нераздельной частью всего счастливого Божьего мира». Вот так он был влюблен в Марьяну, необычно. Ну, мы знаем, что, конечно же, эти все описания имеют фактическую основу, подоплеку. Ведь Лев Николаевич был влюблен в казачку молодую по имени Соломонида. И вот прототипом Марьяны является девушка Соломонида. Лев Николаевич даже делал не предложение, руки и сердца. Ему хотелось жениться на казачке и остаться там, на Кавказе. Вот как серьезно были его на Америке. А Ленин очень очарован казачьей станицей, природой Кавказа, казачьим миром, любовь к Марьяне. Все это заставляет его нравственно перерождаться. Он уже видит в своей жизни определенный смысл, ради чего жить. Потому что находит некую нравственную опору. А вот его прежнее существование в светской жизни, светской жизни, которую он ввел в России, кажется ему уже ложью и фальшью. Вот такие его размышления описывает Толстой. Такие его настроения. Серьезно приходила Ленину мысль бросить все, приписаться в казаки, купить избу, скотину, жениться на казачке. Живя на Кавказе, Толстой интенсивно думает там. Очень много он передумал и буквально дошел до какого-то состояния экзальтации. Так он сам говорил. Там произошли очень большие духовные прозрения. Многое открылось ему. Вот что он пишет своей тетушке двоюродной Александре Андреевне Толстой. В 59-м году. Я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть записки того времени. И теперь, перечитывая их, я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошел тогда. Это было и мучительно, и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал туда, как в то время. И все, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением. Я нашел простую, старую вещь, но которую я знаю так, как никто не знает. Я нашел, что есть бессмертие, что есть любовь, и что жить надо для другого, чтобы быть счастливым вечно. Похожие мысли приходят и о Ленину в лесу. Сцена о Ленин в лесу – одна из ключевых в романе. Я, думает Оленин, я – рамка, в которой вставилась часть единого божества. Как же надо жить, чтобы быть счастливым? Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение. Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему казалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить. При этом, надо заметить, отношение казахов, среди которых жир толстой, к русским солдатам и офицерам было довольно прохладным и даже отчужденным. То есть, в реальности все было не так просто, как хотелось в Оленин и Толстого. Казаки были старообрядцами, российские православными, это важный момент. Кроме того, среди казаков в их военной среде не практиковался бордобой, телесные наказания, там более уважительно было отношение высших чинов к солдатам. А в российской армии это было на каждом шагу, как известно, особенно при Николае Первом. А прогнание сквозь строй, это известный грустный факт, не случайно у Николая Первого было прозвище Николай Палкин в народе. То есть, вот это прогнание сквозь строй, оно было очень распространено и не заканчивалось часто смертью человека, которого гоняли. Сразу же по приезде в станицу Трогладковскую Толстой почувствовал к себе неприязнь гребенцев к российским, но постепенно сумел заслужить их доверие и уважение. Он был храбр, прекрасно держался в седле, хорошо стрелял, с большим тактом относился к казакам, к их обычаям. Говорили о нем так жители, биток будет. Постепенно Толстой становится своим человеком среди казаков, он купается в тереке, пьет чайхи с молодежью, играет с казачатами. Особенно он сдружился с одним старым казаком, Епифаном Сехиным, стариком ермоловских времен, шутником, бобылем и балагуром. Некоторое время даже жил у него. В повести казаки это будет дядя Ерошка, в реальности Епишка, Епифан Сехи. Многие рассказы Епишки о его молодости, о казахах, о жизни в станице, пошли потом в произведения Толстого о Кавказе. И Толстой ввел эти записки, в дневнике о нем много писал. Когда, правда, Епишка наблюдал за его литературными занятиями, он их не одобрял, не понимал и выражался так. Что кляуз это писать? Так он говорил Толстому. Ему было почти 90 лет, этому старому казаку. Тем не менее, еще очень крепкий человек. Они вместе с Толстым на равных, Толстому 24 года, 23, они вместе ходили на охоту. Лисицы, кабаны, пазаны охотились на них. И охота там была прекрасная, дичь очень много. И Толстой, который обожал охоту, даже своему брату Сергею написал, охота здесь чудо. Чистые поля, болотца, набитые русаками. На охотах с ружьями, на кабану, на полени я присутствовал неоднократно, но сам ничего не убил. Когда полвека спустя секретарь Толстого Гусев спросит его, насколько он точно описал Епифана в образе Ерошки, Толстой ответит, точь-в-точь. Но, конечно, реальный человек Епифан Секин и образ вот этого казака, герой повести, далеки, естественно, друг от друга, поскольку мы знаем, что Епифан Секин в конце жизни ушел в монастырь, православным стал. А что касается Ерошки, то трудно, конечно, представить такую эволюцию толстовского героя. Это бы изменило весь смысл кавказской повести. Толстовский дядя Ерошка все же не религиозен в обычном церковном смысле слова. Он исповедует больше бессознательно пантеизм, некую религию природы. Вся природа у него отухотворена. Вот что он говорит о Ленину. Ты думал, он дурак, зверь-то? Нет, он умнее человека. Даром, что свинья называется. Он все знает. Она свинья, а все она не хуже тебя. Такая же тварь Божья. Эхма. Глуп человек. Глуп. Глуп человек. С этими мыслями Ерошки перекликаются мысли самого Толстого. Не могу не привести из книги «Круг чтения», где Лев Николаевич выражает похожие идеи. Мы неразрывно соединены не только со всеми людьми, но и со всеми живыми существами. Соединены нашим сознанием тому, что то духовное начало, которое дает нам жизнь, есть то же самое и в других существах. Ерошка не принимает церковные догматы о грехе, воздаянии посмертном. Для него земное бытие – начало и конец всего сущего. Старый казак исповедует стихийный гедонизм. Его жизнь посвящена радостям тела. Где грех? Трешительно отвечает старик Алинину. На хорошую девку поглядеть грех. Погулять с ней грех. А ли любить ее грех? Это у вас так? Нет, отец мой, это не грех, а спасение. На то она и сделана, девка, чтобы ее любить и на нее радоваться. Так-то я сужу добрый человек. Гедонистическое отношение к жизни сочетается у Ерошки с таким же стихийным гуманизмом. Он любит все живое. С сожалению, он говорит об убитом Лукашке Чеченце. С недоумением вообще говорит о войне. Зачем она война есть? То ли бы дело, жили бы тихо, смирно. Ерошка народный мудрец. Он учит о Ленина жизненной философии. Все Бог сделал для человека, на радость человеку. А про светское общество, из которого приехал Оленин, из которого он вышел, он замечает. У вас все фальч, одна все фальч. С этим не может не согласиться главный герой Толстого. Не случайно они сошлись. Оленин, который своеобразный герой, непонятый казаками и оторвавшись, в общем-то, от своего общества. И дядя Ерошка, который тоже живет одиноко, такой мудрец, философ. И как-то раз даже Ерошка сказал Оленину так. Нелюбимые мы с тобой сироты. Вдруг сказал дядя Ерошка и опять заплакал. Ну вот такая была дружба у Толстого с Епифаном Сейхиным. Эти слова, ерошки, указывают на главную неразрешимую коллизию повести. Невозможности для Оленина слиться с миром казаков. Как он не стремится искренне это сделать. В полной мере он не может стать частью казачьего мира и полностью своим, родным этому миру человеком. Сначала, в начале повести, мы встречаем героя, похожего на тип лишнего человека. Онегин, Печорин. Он охладел к светскому обществу и вообще к жизни. Болен цивилизацией, как писал критик Анненков. И вот он едет к природным людям, на Кавказ, пытаясь приобщиться к этой природной жизни. Как герой пушкинский Олега, герой спаймы цыганы. Но проблема в том, что он сам в себе несет эту цивилизацию. Его слишком развитое личностное начало, его рефлексия и, в общем-то, индивидуализм мешают ему стать частью этого роя народного, муравейника, что ли. И повесть заканчивается, в общем, очень печально. Марьяна отвергает Оленина, и для казаков он оказывается чужим. Сначала Оленин надеется на взаимность Марьяны. Она подает ему надежду. Вначале, когда вот в лесу Оленин лежит, он мечтает о самоотвержении, о любви к ближнему. Но постепенно вот эта надежда, которую подала Марьяна на взаимность, она приводит к другим уже представлениям о счастье. Оленин уже так думает, что самоотвержение – все это вздор, дичь, кто счастлив, тот и прав. И вот, так сказать, он уже с надеждой подступает к Марьяне, но наступает такой момент, когда вот эта вот грань между ними особенно резко проявляется. Это когда ранят казаков, привозят их в станицу. Вот такое горе всеобщее. А он не может это горе разделить, поскольку все-таки он думает о своем, приходит к Марьяне опять со словами любви, своими предложениями личными, а она в это время грустит. И вот этот диалог их заключительный. Марьяна, о чем ты, что ты? Что? Казаков перебили, вот что. Он опять начинает говорить что-то свое, и Марьяна в раздражении кричит. Уйди, пастыла, и крикнула Марьяна. И Оленин с разбитым сердцем уезжает с Кавказа. Вот так заканчивается эта повесть. В общем-то, тоже все это близко тому, что когда-то пережил Толстой. Когда Олег Николаевич давал рукопись Каткову, редактору журнала «Русский вестник», он думал, что будет писать и продолжение этого произведения, но так не получилось. Эта повесть была напечатана в журнале «Русский вестник» в первом номере за 1863 год. Этот номер журнала также в третьем нашем зале представлен. В 1952 году Толстой проиграл большую сумму, тысячу рублей в бильярд в английском клубе, и у него не было денег расплатиться пролежьему офицеру. И Катков, который был при этом, помог Толстому выручить его деньгами, и Олег Николаевич ему за это обещал новый роман. То есть, рукопись была отдана в счет вот этого долга. Такая вот история. Публикация повести Толстого вызвала самые противоречивые отзывы, как всегда, произведения Толстого вызывали очень много и положительных, и отрицательных откликов. Многие отмечали поэзию, высокую художественность прозы Толстого, но не одобряли идейного содержания этого произведения. Вот, например, журнал «Современник». Была напечатана статья секретаря редакции Головачева, где он назвал Толстого плохим мыслителем, поверхностным наблюдателем, который не дает ответа на злободневный вопрос современности. Вот мнение Тургенева. Они не переписывали с Толстым из-за ссоры, которая уже случилась у них, но Фету Тургенев написал «Казаков я читал, и пришел от них восторг. Эта вещь поистине удивительная и силой чрезмерной. Экая неподдельная поэзия и красота». Аполлон Григорьев в журнале «Эпоха» высоко оценил казаков, увидев преобладание художника над аналитиком и выражение любви к народу. Мережковский высоко оценил образ Ерошки. Он писал о художественной силе Толстого, тайновидца плоти, создателя этого образа Ерошки. Помимо художественного творчества Толстой на Кавказе, конечно же, служил в артиллерии, участвовал в военных походах, в 20-й артиллерийской бригаде. Он служит, чтобы поступить на военную службу, он едет в Тифлис. Вот так он выглядел в 19 веке. Штаб корпуса. В октябре 1851 года останавливается Толстой в немецкой колонии предместе города, там бывал и Пушкин, и там Толстой ждет документов из Санкт-Петербурга о зачислении на службу. А пока посещает церкви, был на могиле Грибоедова, ходил в русский театр и оперу. В письме тетушке Йоргельской Толстой описывает этот город. Тифлис – цивилизованный город, подражающий Петербургу, иногда с успехом. Общество избранное и большое. Толстой сдает экзамены на звание Юнкера. Кстати, получив, вышибал по всем предметам. Это алгебра, геометрия, история, иностранные языки, грамматика. И, наконец, когда всемэтарства закончились, в январе 1952 года вышел приказ о зачислении его фейерверкером 4 класса, и он с радостью пишет в Йоргельской. Вы не поверите, какое это доставляет мне удовольствие. Сколько людей в моем положении сочли бы это большим несчастьем. А для меня это приятнейшая вещь на свете. Мне весело надеть солдатский мундир вовсе не из ребячества, а потому что я рад не быть больше свободным. Вам покажется странным мое желание не быть свободным? Дело в том, что слишком давно я всячески свободен. И мне кажется, что излишек свободы – причина большинства моих погрешностей, и она даже зло. Далее Толстой возвращается в станицу Старогладковскую и принимает участие в военном походе в глубь Чечни в январе-феврале 1952 года. Цель вот этих походов была заставить горцев прекратить сопротивление. Тактика была такая – выруб колесов, вытеснение горцев на равнинные территории, набеги на немирные аулы и разорение их, чтобы лишить продовольствие горцев, армию горцев. И вот во всех этих операциях участвовал Толстой. Он был наводящим фейервертером орудия, которым командовал брат Николай. В бою стрелять было очень трудно, поскольку расположение неприятеля можно было определить только по звукам из-за большого густого тумана. И был в этом бою один момент, о котором Толстой потом будет вспоминать. Вот так он пишет. «Трескотня была ужасная. Это сильно возбуждает нервы, так что о смерти даже не думаешь. Вдруг одно из ядер ударило в колеса пушки и помяло шину второго колеса, около которого я стоял. «Не попади ядро в обод первого колеса, мне бы было плохо». Встречаясь, боюсь о смерти, Толстой и здесь продолжает вот такую вот работу по самовоспитанию, испытанию своей храбрости, можно даже так сказать. В дневнике во время отдыха он записывает. «Не боюсь смерти, не боюсь страданий, но боюсь, что не сумею хорошо перенести страдания и смерть». За мужество, проявленное Толстым в этом походе, его должны были представить к награждению Георгиевским крестом. Это высшая награда того времени. Но еще не пришли его документы об отставке от гражданской службы, и поэтому он не был включен в список награжденных. Это его очень огорчило. Он так мечтал о Георгиевском кресте. Георгиевский написал, «Откровенно сознаюсь, что из всех военных отличий этот крестик мне больше всего хотелось бы получить, и эта неудача вызвала во мне сильную досаду». Не получает Толстой креста и в походе в январе 1953 года, хотя также он его заслужил в бою. Во время шторма позиции Шамиля на реке Мичик Толстой командовал батарейным взводом, подбил неприятельское орудие. Ему полагалась награда Георгиевский крест. Но накануне, в выдаче наград, он так увлекся шахматной иглой, что опоздал на караул и был посажен под арест. Так что, когда выдавали кресты, он сидел под арестом. «То, что я не получил креста, очень огорчило меня», – пишет он. «Видно, нет мне счастья. А признаюсь, эта глупость очень утешила бы меня». Был еще один эпизод. За удачное сражение 18 февраля 1953 года Толстой также заслуживает Георгиевский крест. Но тут другое обстоятельство помешало. Командир батареи, обращаясь к Толстому, сказал, «Вы заслужили крест, хотите, я вам его дам». Но тут есть один достойный солдат, который заслужил крест тоже и ждет креста как средство к существованию. И предложил пользу этого солдата пожертвовать, так сказать. Ведь Георгиевский крест давал право на пожизненную пенсию в размере жалкому. То есть этот солдат мог безбедно существовать. И, конечно, Толстой отдает солдату Андрееву этот Георгиевский крест. Как мы видим, мечта о славе и наградах была вовсе не чужда молодому Толстому. И когда он описывает тщеславные мечты князя Андрея, например, романе «Война и мир», то это он пишет, конечно, и о себе. Но не случайно, наверное, у него не складывалось все на военной службе. После двух лет службы, приняв участие в 12 боях, он оставался фейерверкером, мультирофицером, не получил Георгиевского креста. Хотя впоследствии он продвинется по службе и в Севастополе получит награду за храбрость, медаль и орден Анны. Все-таки мечта о Георгиевском кресте осталась мечтой. Наверное, судьба подсказывала ему, что это все-таки не его стезя, военная карьера. И вот тема войны вообще, и в частности войны на Кавказе, воплотилась в творчестве Толстого в рассказах, в военных рассказах так называемых «Набег, рубка леса, разжалованный». Такая вот трилогия своеобразная. Окрыленный успехом детства, Толстой записывает в юнике в октябре 52-го года. «Хочу писать кавказские очерки для образования слога и денег». Но цикл кавказских очерков у него не получился, а из этого материала он создает отдельные рассказы. Раздел «Развивавшаяся война» воплотился в рассказе «Набег», рассказ волонтера. Основной вопрос, который волнует автора в этом произведении, что такое настоящая храбрость. Толстой идет от своего опыта участия в «Набегах». В июне 51-го года он принимал участие в «Набеге» и хорошо знал, что это такое. Главным героем рассказа является скромный капитан Хлопов, а все происходящее наблюдает как бы со стороны некий волонтер. Сам Толстой когда-то был им. Кавказ был известен как место в проявлении самых ярких образцов храбрости. Неистовый буквально пример храбрости. Больская доблесть горцев терского казачества была хорошо известна. Но Толстой ставит тему храбрости русских солдат по-своему. Капитан Хлопов дает определение истинной храбрости. Он говорит, храбр тот, кто ведет себя как следует. То есть непоказная, скромная, так сказать, смелость отличает и капитана Хлопова, и настоящих русских солдат. В 54-м году Толстой создает такой очерк небольшой, как «Умирают русские солдаты» для военного листка. Мечтал он издавать. Такой военный листок. Но, правда, это не случилось. Об этом рассказывали на лекции о Севастополе. И вот в этом очерке, как «Умирают русские солдаты», есть такие вот строки. «Велики судьбы славянского народа. Недаром дана ему эта спокойная сила души. Это великая простота и бессознательность силы». В этом произведении Толстой описывает набег, который делают горцы на крепость. Смертельно ранен солдат, и он очень спокойно, можно сказать, даже величественно умирает и вызывает в авторе такие размышления. Так Толстой наблюдал действительно за гибелью многих солдат и поражался силе их духа, как они принимали смерть. В рассказе «На век» сформулирована Толстым своя концепция героизма. Она ляжет в основу потом его представлений об истинной храбрости в романе «Ипопея. Война и мир». Толстой находит свой тип безымянного, безвязного героя, решающего ход сражения. Найден и архетип такой капитан Хлопов. Он архетип капитана Тушина, будущего героя романа «Война и мир» также. Капитан Хлопов показан как национальный русский тип настоящего офицера. Его отличает простота, чрезвычайная скромность. За 18 лет службы он был 4 раза тяжело ранен, но его мать даже не подозревала об этом, он ей не писал. Это отмечает Толстой. В русском, настоящем русском солдате, пишет Лев Николаевич, никогда не заметите хвостовства, ухарства, желание туманиться, разгорячиться во время опасности. Напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отельчительные черты его характера. Описывая солдат и настоящий героизм, Толстой невольно сравнивает их с поведением офицеров, представителей аристократического общества. Вот, например, поручик Розенкранс ведет себя иначе во время боя. Он стрелял из винтовки, не умолкая ни на минуту, хриплым голосом кричал на солдат и во весь дух вскакал с одного конца цепи на другой. То есть явное желание позировать, что-то продемонстрировать, показать. Это сравнение поведения солдат и вот этих офицеров-аристократов тоже одна из тем вот этой вот трилогии военной. О себе Лев Николаевич писал, что он любил воображать себя совершенно хладнокровным и спокойным в опасности, но в делах 17-18 числа не был таким. Это был единственный случай показать всю силу своей души, и я был слаб и потому собой недоволен. То есть можно сказать, что Толстой сам учился истинной храбрости у простых солдат и в ней это фиксировал. Также рассказ «Набег» содержит и осуждение войны. Уже здесь Лев Николаевич высказывает свои мысли о том, что война – это совершенно недопустимая вещь. Он никак не может ее оправдать, хотя вначале пытался понять некий смысл этой политики. Он описывает природу Кавказа, как великолепнейшие вот эти виды, сами по себе наводят на мысли о мире, гармонии, о чем-то прекрасном, но люди при этом убивают друг друга. Наверное, вот на это. Цитата из рассказа «Набег» Природа дышала примирительной красотой и силой. Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обонятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно покажется исчезнуть в прикосновении с природой этим непосредственнейшим выражением красоты и добра. Природа – действующее лицо рассказа «Набег». Она как бы отрицает войну. После этого отрывка, где Толстой успевает природу, идет глава о разорении русскими войсками горского аула. И в первых редакциях, в «Черновых», которые потом не вошли в эти части в окончательный вариант, Толстой допускает много и жестоких подробностей. Например, он описывает, как русский солдат убивает женщину. Или слова нашего генерала в адрес Казахов. «Пускай грабят, я вижу, им ужасно хочется». Толстой изображает, как реалист, все, что он видит, со всеми жестокими подробностями. Но цензура, конечно, не пропускает вот эти все эпизоды. Был в «Черновеках» рассказы еще один эпизод о чеченце Джене, храбро защищавшем свою садлю. Он тоже наложил в окончательный вариант. Эту реальную историю Толстому рассказал знакомый чеченец Болта Исаев. И вот с каким сочувствием описывает Толстой отчаяние Джене, который, цитата, «услыхав о приближении русских войск, с проклятием снимет со стены старую винтовку с тремя зарядами, побежит навстречу к Георам и, увидав, что русские все-таки идут вперед, подумает, что все, что только может составить его счастье, все отнимут у него. С криком отчаяния запоет предсмертную песню и с одним кинжалом в руках, очертя голову, бросится на штыки русских». Рассказ «Набег», конечно, очень был урезан, пострадал от цензуры. И Толстой даже писал брату Сергею, что рассказ пропал от цензуры. Ну вот по этому отрывку мы видим, насколько Толстого волновала вот эта тема «Справедлива ли война?» и вообще, что это такое. В дневнике он в эти, как раз в этот период написания военного рассказа «Набег» записывает мысль свою о войне. «Война – такое несправедливое и дурное дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести». Рассказ «Набег» был отправлен с письмом Некрасову и в марте 1953 года в третьем номере журнала «Современник» был опубликован. Это было второе напечатанное произведение Толстого после детства. Подпись была так же, как и под детством «Л.Н». Некрасов написал Толстому письмо, в котором вот что он отмечает. «Признаюсь, я долго думал над измаренными корректурами и, наконец, решился напечатать, сознавая по убеждению, что, хотя он и много испорчен, но в нем еще осталось много хорошего. Не шутя, ваш рассказ еще и теперь очень жив и грациозен». Критика довольно благожелательно отзывалась о рассказе. В статьях Дружинина, Аксакова отмечалась поэзия военной жизни и также отмечалось, что особенно популярен рассказ среди военных, людей, которые знают, что такое война, а не понаслышке, они с удовольствием читают это произведение Толстого. Еще один известный рассказ о Кавказе, о войне на Кавказе, называется «Рубка леса». Он был напечатан в журнале «Современник» в 1955 году. Он также основан на личном опыте Толстого. Вот эти вот «Рубки леса», тактика, придуманная еще Ермоловым, эта тактика продолжалась и в 50-е годы. вырубали леса, прокладывая также и дороги от одной крепости к другой. И Леонид Николаевич вот создает такое произведение, уже называется это «Рассказ Юнкера». Та же тема храбрости, истинной и показной. Там же Толстой размышляет о том, какие бывают вот солдаты. Вот даже три типа русских солдат он там выводит такие вот, классификацию такую предлагает читателю. Этот рассказ он отсылает в Петербург по Наеву и пишет, что хочет посвятить Тургеневу. Ежели Тургенев в Петербурге, спросите у него позволение на статье рассказ Юнкера «Рубка леса» надписать, посвящается Тургеневу. Эта мысль пришла мне потому, что когда я перечитал статью, я нашел в ней многоневольного подражания его рассказам. записки охотника Тургенева и «Рубка леса» может быть действительно в чем-то похоже. Как и в очерках Тургенева, рассказ Толстого является картинкой с натуры. Повествователь как бы со стороны регистрирует события кавказского военного быта, как объективный свидетель, ничего не приукрашивая. Можно сказать, что военные рассказы Толстого были первыми в русской литературе произведениями, в которых Кавказ, война на Кавказе изображены антиромантически. Есть еще одна особенность этих рассказов. Толстой старается не изображать отрицательных дурных сторон народа, простых солдат. Он отмечает даже какое-то их превосходство над офицерами. В дневнике он так пишет, объясняет это. «Простой народ так много выше нас стоит своей исполненной трудов и лишений жизнью, что как-то даже нехорошо нашему брату искать и описывать в нем дурное. Оно есть в нем, но лучше бы говорить про него одно хорошее, в нем больше доброго, чем дурного». Вот какие три типа солдат Толстой предлагает в рассказе «Рубка леса». Наблюдает, что есть первый тип покорные, второй начальствующие и третий отчаянные. Чаще других встречающийся тип, более всего милый, симпатичный, соединенный с лучшими христианскими добродетелями, кротостью, набожностью, терпением и преданностью воли Божьей, есть тип покорного вообще. В этой классификации, как и в самих образах солдат Милинчука, Жданова, уже намечены контуры характеров Платона Каратаева, героя войны и мира, старика Факаныча из Анны Харениной. В целом же Толстой изображает войну как тяжелый, изнурительный, смертельно опасный труд, и героями этой войны являются труженик-солдат и труженик-офицер. Некрасов в письме Толстому высоко оценил рассказ, отметив, что Толстой несет читателю правду, которой со времен Гоголя не так мало осталось в русской литературе. Мало мнения об этой вещи такое, форму она точно напоминает Тургенева в записке охотника, но этим оканчивается сходство, все остальное принадлежит вам, и никем кроме вас не могло быть так написано. В этом очерке множество удивительных мелких заметок, и весь он нов, интересен и делен. Ну и последний рассказ этой трилогии военной, разжалованный, 56-й год, он появляется уже в библиотеке для чтения Дружинина, поскольку к этому времени Толстой разошелся современником. Здесь Толстой уже подводит черту как бы под своими размышлениями о офицерах-аристократах, камельфотных, так сказать, личностях, которые на войне совершенно оказываются ничтожными, никчемными. Их политиканство, фразерство на войне в действующей армии совершенно неуместно. И некий вот такой дворянин Гуськов, разжалованный солдат, выглядит очень жалко. об этом рассказ. Лев Николаевич также не только лечил, не только воевал и писал свои произведения, но и лечился на Кавказе. Вот хотелось бы еще об этом несколько слов сказать. Вот мы видим в Петегорск, это тоже фотография 19-го века, Лев Николаевич ездил на этот курорт и лечился там в одно время, в мае 52-го года. Ну Петегорск уже к тому времени был довольно благоустроенным курортом российским. Были ванны для отдыхающих, павильоны, красота, чистота, в городе был театр, давались балы. Модный курорт хорошо описан в герое нашего времени Лермонтова. Но теперь Толстой на все смотрит по-новому. Вот это светское общество, которое там встречает, оно уже оценивается и по-другому. В дневнике он пишет «В Петегорске музыка, гуляющий, но все это бывало бессмысленно привлекательное, для меня не производит никакого впечатления». Он был в юнкерском мундире и должен был козырять перед каждым прапорщиком, что также его огнетало. Само лечение было дешевым. Минеральные воды давались бесплатно для питья, а ванны стоили от 15 до 50 копеек, в зависимости от температуры. Тетушке Ёрбинской Толстой пишет о жизни в Петегорске. «Веду образ жизни правильный и удивленный. Встаю в 4 часа утра, иду пить воды. Это длится до 6. Принимаю ванну, возвращаюсь к себе, читаю или разговариваю с одним офицером, затем сажусь писать. Сплю до 4, играю в шахматы, иду опять на воды». Кроме того, Лев Николаевич посетил и Железноводск, еще один курорт, совершил восхождение на Грубештау. Музей Железноводский. Среди местных жителей Железноводска бытует рассказ о том, что Толстой даже поднимался на Гру с ночи, чтобы полюбоваться чудным зрелищем восхода солнца. Перед нами здание бывшей почтовой станции, станции почтовых дилежансов. Здесь с 1992 года был музей, кривейческий музей, но в 2007 году этот кривейческий музей стал филиалом нашего музея ГМТ, Московского музея Толстого. Называется это культурный центр имени Толстого. Но это станция почтовых дилежансов, она построена была в 70-е годы, к Толстому не иметь никакого отношения. Но в самом городе бывал Толстой, и вот был открыт такой музей, рассказывающий о пребывании Толстого на Кавказе. Такова экспозиция. Толстой на Кавказе. Такая тематика. Толстой еще раз посещает Пятигорск летом 1953 года, встречается с сестрой Марии, братом Николаем, и узнав, что Николай Николаевич решает выйти в отставку, он начинает сам об этом подумывать. Тоже возникают мысли о выходе в отставку. Он пишет прошение об отставке в штаб артиллерии в Тифлис и решает дать ответ в Пятигорске. Но получает отказ. Он проводит время в гостях, на экскурсиях, в театре. Также на бульваре в Пятигорске он видит, как высшее общество занимается очень модно в то время увлечением спиритизмом. Когда крутили столы. И сам даже к этому приобщается. Потом уже в 90-м году он напишет комедию, где высмеет это очень модное увлечение светского общества комедия плоды просвещения. 14 июня 1953 года Николай I издает манифест о вступлении русских войск в Молдову, находившуюся под властью Турции. И со дня на день ожидают войны. Толстой возвращается в Старогладковскую и в январе 1954 года он узнает о том, что его переводят в Дунарскую армию и производят наконец-то в офицеры. И 19 января 1954 года Толстой покидает Кавказ. Еще одно наступление хочется сделать о тружбе Ильва Николаевича с одним мирным чеченцем Садоми Сербиевым. Прежде чем мы уже закончим рассказ о его пребывании на Кавказе. Живя в станице Старогладковской Толстой подружился с одним мирным горцем, который не воевал с русскими, был сыном богатого зажиточного горца чеченца. Садоми Сербиев звали этого человека. Он подружился с ним как? Садоми приезжал в станицу Трогладковскую и общался с русскими офицерами, игрался не в карты. Но его постоянно обманывали, он не знал правду. Ильв Николаевич предложил ему помогать в игре в карточной. Тот был безумно благодарен, пригласил его к себе в гости, угостил и предложил дружбу, даже побрататься, стать кунахами. Вот как Толстой это описывает подробно в письме Йоргольской. Чтобы стать кунахом, по обычаю нужно, во-первых, обменяться подарками, затем принять пищу в доме кунака, и тогда по древнему народному обычаю становятся друзьями на живот и на смерть. И о чем я не попросил его, деньги, жену, его оружие, все то, что есть у него самого драгоценного, он должен мне отдать. Садо позвал меня к себе, предложил быть кунахами. Я пошел. Угостив меня по их обычаю, он предложил мне взять, что мне понравится, оружие, коня, чего бы я не захотел. Я хотел выбрать что-нибудь менее дорогое, взял уздечку, но он сказал, что сочтет это за обиду и принудил меня взять шашку, которой цена по крайней мере сто рублей серебро. После моего посещения я подарил ему серебряные часы и мы сделала закадычными друзьями. Часто он доказывал мне свою преданность, подвергая себя разным опасностям для меня. Эту шашку Толстой сохранил и привез ее с Кавказа, она хранится в нашем музее. На данный момент ее в залах нет, к сожалению, но иногда бывают какие-то выставки и показывают в фондах литературного музея шашка подарок Садо Месер Глива. Садо пел горские песни, рассказывал предания, которые потом будут использованы Толстой в творчестве, например, в повести Хаджи Мурат, горский фольклор включен. В дневнике Толстой записал об этом фольклоре сокровища поэтические, необычайные. В это время Толстой изучает кумыкский язык, этнографию горцев. Однажды Лев Николаевич проиграл подпоручику к Норингу 500 рублей. Это огромные деньги в то время. И деньги эти были заняты у брата. Толстой был в полном отчаянии, корил себя, терзался, опять самопичевание у него было. И не знал, что делать. Но каково же было его удивление и радость, когда по почте он получает письмо и в нем разорванный вексель. Толстой выписал вексель этому к Норингу, ну и вот этот вексель отыграл Садову и освободил Толстого от этого долга. Толстой и казаков и солдат из крепости Воздвиженской Грозная. Их обоз шел очень медленно. И устав от медленной езды, Толстой предлагает оторваться от обоза и скакать самостоятельно. Это они и сделали Толстой саду и еще несколько офицеров. Но только они оставили обоз и охрану, как из ущелья им навстречу выскочил довольно большой отряд вооруженных конных чеченцев. Увидев одиноких путников, они за ним погнались и хотели взять живыми. К счастью, они ушли от погони. Быстро пришла помощь. Крепость была недалеко и увидев эту погоню выслали подмогу. Ну и вот прискакав на место в Старогладковскую Толстой потом запишет в дневнике ездил с конаками в Воздвиженскую едва не попался в плен, но в этом случае вел себя хорошо, хотя и слишком чувствительно. Садой и Толстой держались вместе, не бросали друг друга. В общем, Садой еще раз показал Толстому его преданность в самой сложной ситуации. Создавая рассказ Кавказский Кавказский Клейник в 1872 году для журнала Заря первеначально, потом этот рассказ был включен в азбуку, Лев Николаевич конечно будет вспоминать все свои переживания, как он выходил от погони. Также считается, что он читал воспоминания Тарнау, офицера, который в журнале «Русский вестник» написал воспоминания кавказского офицера о своем пребывании в плену угорцев, а также в газете «Кавказ» читал много сообщений вот таких реальных историй о том, как в плену люди находились. И это все фактически основы для рассказа, где Жилин и Костылин и девочка Дина, как мы помним, главные герои этого чудесного произведения для азбуки. Можно сказать, что Жилин чем-то напоминает Капитана Хлопова из рассказа «Набег». У Жилина также где-то в глуши живет мать, и он ее не пугает, так сказать, не рассказывает, хотя часто попадает в переделки. В центре рассказа идея дружбы и человеческих отношений между народами, даже в условиях войны. Девочка Дина и Жилин сдружились, как обычные простые люди, вне зависимости от политики. Ученые считают, что Колстой изобразил нагайцев в этом произведении, жителей Тоскосного Дагестана. быт, нравы северокавказских народов он очень хорошо изучил. Образ Дины поэтичен и трогательен. Создавая его, Толстой исходил из своей любимой мысли о том, что ребенок, цитата, представляет собой первообраз гармонии, красоты и добра. В ней Толстой в этой девочке показывает лучшие черты горского народного характера. 19 января 1954 года, как я уже говорила, после перевода в Дунайскую армию Толстой покидает Кавказ и перед отъездом в армию он заезжает в Ясную Поляну, встречается со своими братьями. А затем в марте он уже в Дунайскую армию едет. Через Курск, Полтаву, Кишинев, Бухарест и прибывает в конце мая в лагерь. Он находился под осажденной русскими турецкой крепостью Силистрии. В письме Юрбинской Толстой пишет о князе Горчакове командире Дунайской армии. Это великий человек, посвятивший всю свою жизнь служению Родине. И не ради тщеславия, а по долгу. То, чего я более всего желаю, это быть адмутантом такого человека, как он, которого я люблю и уважаю от всей души. Дневниковые записи того периода говорят нам о продолжающейся внутренней работе Толстого над собой. Например, с августа по октябрь 54-го года своей дневниковой записи он заканчивает одними и тем же словами. Важнее всего для меня в жизни исправление от бесхарактерности, раздражительности и лени. После снятия осады Силистрии он выезжает из Бухареста в Кишинев, где был штаб Южной армии, а оттуда переводится в Севастополь. Из-за патриотизма, который в то время признаюсь сильно напал на меня. Об этом уже рассказывали на предыдущей лекции. Находясь в Дунайской армии, Толстой читает Ермонтова и, уже вспоминая Кавказ, как бы как уже прошедший этап, он записывает в нейке. Я начинаю любить Кавказ, хотя посмертной, но сильной любовью. Действительно хороший этот край дикий, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи – война и свобода. И еще раз тема Кавказа возникнет в позднем творчестве Толстого, как я говорила, это его последний художественный шедевр Хаджи Мурат, повед Хаджи Мурат. Она была создана, писала в течение восьми лет с 1896 по 1904 год. Хотя работа, в общем-то, до последних дней шла. Толстой не опубликовал при жизни, продолжил обдумывать и дорабатывать. Можно сказать, что в этой повести Толстой как бы подводит итог своим философским исканием и представлением раннего периода. в этом произведении воплотились его художественные принципы раннего периода, ранней прозы и философские взгляды и позднего творчества. Она является неким таким синтезом. Еще служа на Кавказе 23 декабря 51 года, Толстой написал про Хаджи Мурата браку Сергея так. Второе лицо после Шамиля некто Хаджи Мурата на днях передался русскому правительству. Это был первый Лихач молодец во всей Чечне, а сделал подлость. Ну, это вот первоначальная оценка. От этой оценки 51 года до осмысления всей этой истории во всей сложности проходит 45 лет. И вот в 1896 году гостя у брата Сергея в имени Пирогова Толстой прогуливается вдоль вспаханного поля и вот тут у него рождаются мысли, которые постепенно приводят к этому замыслу повести Хаджи Мурата. В дневнике он объясняет этот этап. Вчера идут по чернозерному пару. Пока глаз окинет ничего кроме черной земли, ни одной зеленой травки. И вот на краю пыльной черной дороги куст татарина репьян. Три отростка. Один сломан, другой сломан и забрызган грязью. Третий отросток торчит вбок, тоже черная пыль, но все еще жив и в серединке краснеется. Напомнил Хаджи Мурата. Хочется написать отстаивать жизнь до последнего и один среди всего поля хоть как-нибудь отстоял ее. Главными героями этой повести являются реальные исторические лица. Вот портрет Хаджи Мурата, именно реального Хаджи Мурата, а не герой повести? Как арит художник Гереса с Хаджи Муратом? Это значит Хаджи Мурат, горец, также имам Шамиль реальное историческое лицо, Николай Первый, наместник Кавказа Воронцов и многие другие исторические персонажи. Когда я пишу историческое, я люблю быть до мельчайших подробностей вверх в действительности. Так Толстой пишет о своей манере, о своем принципе художественном. Повесть очень документальна, но, конечно же, исторических Хаджи Мурат и Толстовский герой совсем разные. Личности и во многом не похожи. Около 100 источников изучил, проштудировал Толстой, создавая эту повесть. Из Наполяской библиотеки сохранились книги, которые он изучал. Это их сборник сведений о Кавказских горцах в 9 томах, журналы «Русская старина», «Русский архив», «Исторический вестник» с материалами о Кавказской войне, газеты «Кавказ», «Семена пчела», «Московские ведомости» также с материалами о Кавказской войне и множество отдельных еще статей в разных журналах. в общем, материалов на несколько тысяч страниц он прочел, чтобы написать вот эту повесть. Титанический предварительный труд. Изучал быт, нравы, обычаи горцев. И существует 10 редакций повести, в рукописях это 2000 листов. Хаджи, мурат, мое личное увлечение, признавался Толстой в период работы над этой повестью. Интересно, что в те годы Толстой отдает предпочтение написанию философских публицистических статей, а вот Хаджи Мурата, как он выражается, он пишет от себя потихоньку, то есть в награду за написанные уже вот эти философские сочинения. На первый взгляд его героем, героем этой повести становится воин, горец, всю жизнь воевавший, не выпускающий из рук оружие. Где же тут непротивление зло-насилием, где же тут соответствие толстовской доктрии вот этой христианской поздних лет. Но это только на первый взгляд. На самом деле в этом образе Толстой воплощает свои очень многие излюбленные идеи. Ну, два слова скажу об этом реальном историческом лице Хаджи Мурати. Он родился приблизительно в 1817 году в дагестанском селе Хунзак. является герой Дагестана, аварский вождливый начальник, помощник имама Шамиля. Детство его совпало с начальным этапом Кавказской войны. И, как все дети войны, он рано повзрослел. С детства отличался смелостью, решительностью, отвагой. В 22 года он уже стал правителем аварии. 10 лет был правой рукой Шамиля. Совершил огромное количество смелых набегов, отчаянных операций, прославился как самый яркий воин Дагестан и Чечен. Историки писали, что это был бесстрашный человек, его бесстрашие было поразительно даже на Кавказе. Он был необыкновенный вождь кавалерии, находчивый, решительный в атаке, неуловимый в отступлении. Записки историка Сермана. Историк Серман называет его гениальнейшим, конечно, в своем роде самородком. Наместник Кавказа Воронцов отзывался о Хаджимурате так, храбрость его не знала предела. Олег Николаевич в венеке о нем написал, подвигом его с тех пор, как он перешел к Шамилю, не было конца, и подвиги его были самые необыкновенные. То он среди дня врывается в горы, в которых стояли русские войска. Везде, где бывало жаркое дело с русскими, везде был Хаджимурат. И он умел уйти со своей добычей, так, что невозможно было его поймать и окружить целым полкомом. После того, как он рвался в город, где были русские. Вот такой был действительно выдающийся воин. Когда в 50-м году на Кавказ приезжал наследник престола Александр Николаевич, будущий Александр Второй, то говорили, что его чуть не взял в плен Хаджимурат, неожиданно появившийся на Китинском почтовом тракте и унавший лошадей. Он был мастером таких отчаянных набегов. В песнях фольклоре народов Кавказа его характеризуют как герой с волчьей походкой с бегом зверя. Слава Хаджимурата росла, авторитет среди местных племен был огромный, но и росло количество недоброжелателей, врагов и заинтересованных в том, чтобы между Шамилем и Хаджимуратом был ростой. Ну и постепенно отношения с сетьми стали ухудшаться, произошла ссора, соперничество некое возникло. Шамиль хотел сделать свою власть наследственной, Хаджимурат сказал, что имамом станет тот, у кого шашка острана. Чтобы не быть убитым, понимая уже каковы замыслы у Шамиля, Хаджимурат уходит от него и 23 ноября 51 года он с четырьмя ближайшими друзьями переходит на сторону русских, предается русскому царю. Шамиль же берет заложники членов его семьи, мать, беременную жену, двух сыновей, четырех дочерей. В Тифлис, куда он прибывает к наместнику Воронцову, Хаджимурату был оказан роскошный прием. Он был на балах, в театре, в его честь давали обеды. Кстати, когда Толстой был в Тифлисе, именно в это время Хаджимурат посетил итальянскую оперу. Русское правительство планировало воспользоваться популярностью Хаджимурата для привлечения горцев на свою сторону и скорейшего завершения войны. Как писал Воронцов, Хаджимурат не мог действовать, пока его семья была в руках Шамиля и просил обменять его родственников поскорее на пленных. Но Шамиль наотрез отказался идти на такой обмен. И тогда и в неравном бою гибнет героически сражаясь с огромным превосходящим его силой отрядом 500 человек. Воронцов описывает его гибель. Хаджимурат Хаджимурат умер отчаянным храбрецом, каковым и жил. Ранен четырьмя пулями, в отчаянии бросился на атакующих с шашкой в руке. Ну, так и описана его смерть в повести Толстого Хаджимурат как героизм, необыкновенная сила духа, он отстаивает жида последнего. Это конец повести уже эта сцена. Не буду уже привозить, я думаю, все хорошо ее знаете. Подскочивший кровный враг Хаджимурат и подскочивший к нему мертвому уже Хаджа Аги отсек ему голову и она была отправлена в Петербург в военно-медицинскую академию, а потом в музей антропологии и этнографии кунсткамера бывшая, где и хранилась. Долгие годы. А тело захоронено на месте гибели на территории современного Азербайджана. Хаджимурат стал героем преданий, легенд и песен народов Кавказа. Даже недавно написана опера дагестанским композитором Шарвани Челаевым о Хаджимурате. Ну вот таковы факты жизни реального исторического лица Хаджимурата. А в повести Толстого главный герой это достойный человек, природный типа как казаки достойные природные люди, так и здесь Хаджимурат. Он живет своей достойной жизнью в соответствии с законами природы и обычаями своего народа. Но его жизнь перемалывается жерновами истории, войной, политикой, которую ведут сильные мира сего. Перемалывается так, как это вспаханное поле в начале повести описанное толстым, где миллионы травинок живых существ уничтожены человеком. Так Хаджимурат и тысячи других гибнет в этой войне. Сильный воин, волевой человек, но удивительно, что в его портрете подчеркивает некую беззащитность. Черта лейтмотивом в его портрете, который мы встречаем, это детская улыбка, как это ни странно. Она является знаком неестественности, близости к природе и некой беззащитности. Даже в отрубленной голове Хаджимурата там описывают, как ее привозят, да, и дамам. Ну там это не как ужас выглядит, это так может быть я говорю, но на самом деле это все написано прекрасно Толстого. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское доброе выражение. В период написания повести Толстой уже однозначно обсуждает войну Кавказскую войну. Резко критически относится к самодержавной власти вообще, к политике Николая Первого в частности. И в черновиках повести он дает историю формирования Хаджимурата, характера этого человека и описывает весьма неприглядные детали этой войны. Эти подробности конечно не вошли в окончательный текст. Ну вот например в разграбленном ауле Хаджимурат увидел убитых детей и женщин. Это зрелище не выходило у него из памяти. Кроме того подробно описано такое часто практиковавшееся в армии в нашей наказание как прогнание сквозь строй. Толстой описывает как горца прогоняют сквозь строй и юный Хаджимурат наблюдает это не выдержав он убегает домой и решает воевать с русскими с тех пор. Симпатия Толстого на стороне этого горца Хаджимурата он восхищается автор восхищается его силой энергией способностью жертвовать собой ради спасения близких он привержен из настоящих ценностей он живет не фальшивой жизнью а настоящей жизнью выбирает настоящие ценности у него была возможность остаться у русских завевает кавказ стать еще более знаменитым и иметь огромную власть но размышляя в ночь побега о том какой выбрать путь он решает нет он должен уйти в горы или освободить семью или погибнуть он прекрасно отдает себе отчет в том какой опасности подвергается и он сознательно на это идет и так сознательно смело и погибает принимает смерть можно сказать что в этом образе сопряжены две излюбленные идеи толстого ранее в раннем творчестве мы встречаем идею живой жизни это и Наташа Ростова и вот дядя Ярошка например в казахах вот такие герои это это есть Хаджимурати конечно же а с другой стороны и Толстой выражает вот эту идею жертвенности умение умереть за други своя пожертвовать собой ведь он ради семьи ради своих близких идет на это это уже конечно идея более позднего периода позднего творчества Толстого кроме того объясняя замысел повести Толстой делает акцент на другой на другом мотиве ему интересно показать власть вот этих людей от власти изобразить меня здесь занимает не один Хаджимурат с его трагической судьбой кишет Толстой но крайне любопытный параллелизм двух главных противников той эпохи Шамиля и Николая представляющих вместе как бы два полюса властного абсолютизма азиатского и европейского создавая образы Николая Шамиля Толстой дает свое понимание власти и отношения весьма отрицательные к ней выражают это форма насилия и пагубного воздействия на человека а также возвращение граждан вот как он относится к власти оба персонажа повести отличаются деспотизмом манией величия жестокостью даже есть портретные переклички у них например холодный безжизненный взгляд Николая и каменное лицо Шамиля вот здесь у нас Варамцов наместник портрет это реальная историческая натура сделана или представлена да когда он был русских то наместник воронцов еще хотел тоже присутствует в повести и Шамиль вот тоже еще одно реальное историческое лицо Шамиль и Маша они тоже хотелось сказать его судьба совершенно другая вот Хаджимурад Шамиль сражались с русскими два ближайшие два самых знаменитых горцев но судьба у Шамиль совершенно ремная в 1934 году он был признан главой теократического государства северо-кавказский маман в котором объединил горцев западного Дагестана и Чечни Шамиль является тоже как Хаджимурад национальным героем народов Северного Кавказа по происхождению он абарец одно из племен имен Дагестана родился в Дагестане сначала ему дали имя Али но мальчик часто болел в детстве и согласно поверьям Горским надо поменять имя его дали имя Шамиль после этого он стал крепким сильным прекрасно владел кинжалом шашкой изучал арабский язык риторику философию Коран стал проповедовать учениями юридизм одно из направлений ислама и приобрел большой авторитет среди горцев возглавил это освободительное движение как они называли и священную войну Казават против русских он был талантливым организатором у него даже была артиллерия он старался объединить разрозненные общины горцев и построить их жизнь на основе вот Корана закона шариата 25 лет он успешно сражался с русскими но в конце 50-х годов это движение пошло на спад и в 1859 году Шамиль проиграл и Муравьев и Борязинский генералы взяли его резиденцию аулу Ведино и самого Шамиля вскоре в пленно-почетных условиях он был взят вот картина Кевшенко это Шамиль перед Борязинским представителем но война на Кавказе еще 5 лет продолжалась до 64-го года считается это дата окончания войны на Кавказе вскоре состоялась встреча императора Александра I с Шамилем в Малоруссии это случилось и считается говорят что император даже его обнял и сказал мы будем друзьями он посетил Москву Санкт-Петербург и место ему отвели место жительства город Калуга там в дворянском собрании со своими сыновьями он принес принес присягу на верноподданство России и был возведен в потомственное дворянство и вот до сих пор там есть дом Шамиля это называется здание в Калуге сейчас это кривейческий музей дом принадлежал Билипину и был в аренду семье Шамиля прислуга восемь жен приехали девять детей вся семья там там и жил Шамиль остаток своих дней появляясь в сопровождении свиты в разных местах производя везде фурор но к старости у него стало слабое здоровье и поэтому местом жительства велики там совсем в конце жизни оказался ну а в 1869 году Александр первый дал александр и второй дал ему решение на паломничьего хадж в Мекку он был отгущен в Мекку совершив хадж он отправляется в Медину и там умирает в 71 году и похоронен сколько лет он прожил ну где-то 70 лет точно скажем 1797 и 1871 получается и так значит сыновья его два сына впоследствии служили русскому царю вот такие разные судьбы Шамиль и Хаджи Мурата ну и еще один да это значит у нас дом Билибина и вот здесь вот такая мемориальная доска что здесь в этом доме жил Иман Дагестана Чечни Шамиль это у нас правительский музей Калыш еще один персонаж повести Толстого Хаджимура Никола Первый Ульга Николаевича была даже статья под названием Николай Палки в этой статье выражена в названии все отношения к этому человеку и императору в черновиках Хаджимура мы читаем а Толстой пишет о Николае так несмотря на все то величие которым он был окружен Николай теперь после 27 лет царствования был глубоко несчастлив чем дальше расходится жизнь человека с волею Бога и законом жизни тем человек несчастливее вся жизнь его со временем вступления на престол была сплошной ложью обстановка среда в которой воспитывался Николай развивала в нем худшие качества например деспотизм интересовала его как и во всем только одна его личность ну вот такие вот нелицеприятные отзывы Толстой дает ну а в окончательной редакции повести мы читаем постоянная явная противная очевидность лезть окружающих его людей довела его до того что он не видел уже своих противоречий не сообразовывал уже свои поступки и слова с действительностью с логикой или даже простым здравым смыслом а вполне был уверен что все его распоряжения как бы они не были бессмысленны несправедливы и не согласны между собой становились не сосмысленны справедливы и согласны между собой только потому что он их делал в целом такой отзыв о Николае Пермо объясняется отношение Толстого вообще к власти его философии позднего периода он считал что вообще власть и государство даже это нечто такое что портит и возвращает человека и даже выступал за то что государство должно быть отменено постепенно уповал на революцию которая вскоре должна произойти ну конечно не социалистическую революцию не какую-то другую где насилие будет применяться а революцию сознания он думал что вот вскоре люди должны понять что они неправильно устроили свою жизнь измениться внутренне и вот такая революция сознания он считал вскоре должна произойти ну это конечно тема уже отдельных лекций о Козе Толстом это я просто такое отступление сделала вот с этих позиций Толстой критикует император и Николая Первого и Николая Второго и вообще все государство ну и церковь тоже конечно офицерство баллы у Воронцова картинники ну тоже он все вот Хаджимурате все наши так сказать офицеры уже и власть придерживающие все описаны как отрицательные персонажи симпатия на стороне вот горцев вот так потому что люди на своей земле за свою землю они природные к тому же ну это вот такая концепция Толстого они ближе к природным естественным ценностям хотя простых солдат наших Толстой конечно там по другому вот солдат Агдеев там который умирает героически симпатиям там по разному все разного например солдат Агдеев симпатия одессы родные солдаты представители народа там можете отложить на персонаж симпатий как и простые дворцы так вот в книге путь жизни еще раз к теме власти обращается вот хотел бы привести его высказывание всякий может видеть что государям бывает невозможно согласовать свой образ действия с требованием нравственности весьма часто для поддержания порядка в государстве они должны поступать против законов совести милосердия человеколюбия государя должны обладать гибкой способностью изменять свои убеждения сообразным обстоятельствам и в случае необходимости прибегать их бесчестным средствам ну это вообще области не только Николай I конечно работая над образом Николая I Толстой задумывает еще одно произведение еще один замысел возникает походу потом он его осуществил в 1903 году рассказ после Бала вот он пишет что значит задумывал рассказ о Бали и сквозь строй и замысл был осуществлен письме Черткову от 11 октября 1902 года Толстой сообщает кончил Хаджи Мурата которого в неотделанном виде отложил и при жизни не буду печатать то есть при жизни Толстого повесть не была напечатана весть о готовой новой повести Толстого распространил в сентябрных кругах к нему стали поступать предложения взять туда в этот журнал туда отдать но Лев Николай IV стоял что не будет никому отдавать и печатать при жизни наверное он понимал что этот поезд будет подвергнута такой цензуре сколько будет купюр что она будет изродана до невозможности и вот после смерти Толстого Чертков стал готовить к печати неизданное и в 1912 году повесть была напечатана в посмертных художественных произведениях Толстого с рядом все равно купюр одновременно в Берлине Чертков издает без купюр повесть Толстого Хаджи Мурата как вспоминает жена Льва Николаевича Софья Андреевна Толстой часто говорил мне лучшие воспоминания его жизни принадлежат Кавказу Кавказский опыт оставил глубокий глубочайший след в жизни творческой биографии писателя хотя Лев Николаевич считал что решение поехать на Кавказ было непродуманным но тем не менее он при этом добавлял в письме Дербльской оно было внушно мне свыше мною руководила рука Божья я горячо благодарю Его я чувствую что здесь я стал лучше я твердо уверен что бы здесь ни случилось со мной все мне на благо потому что на то Боле Божье нельзя с этим не согласиться и на этом позвольте закончить нашу лекцию спасибо большое за внимание если вопросы есть пожалуйста я с удовольствием отвечу он для того и приходил во многом чтобы помогли вызвали семью он будет служить русскому царю но за это вот помогите вызвали семью и велись переговоры стараясь до всех сил но шамиль не отпускался родственников и так же мурак видишь что время идет уже полгода находится сам решил бросить нашим перешел когда Шамиль захватил ему семью у них шла баньба за власть да баньба за власть конечно потом они седули как у Красавка но это еще художественное произведение это ну проходил произведение это все так как и в реальности был толстой писал но со своим представителем о том что такой настоящий человек Хаджи Мурак конечно герой а почему все таки Мир Николаевич никогда больше скажем на Кавказ не появлялся ну вот что касается никогда больше вот когда Лид Николаевич ушел из Ясной Поля на 28 октября 50-го года он из Шамардинского монастыря отправился в Новочеркас хотел поехать там жила его племянница Денисенко и там они хотели оформив паспорта либо ехать за границу либо если получится на Кавказ то есть мысль уехать на Кавказ мелькнула Голая Толстого когда он ушел из Ясной Поляны искал место где бы ему вот осесть провести последние годы жизни ну как известно простудившись в поезде он умирает на станции Остапова ну то есть вот о Кавказе он вспоминал до последних дней своей жизни я не помню я читала ну наверное дневниковые записи как чеченцы относились к воинам нашим после того когда они приходили с Агасен самыми которым не мешали в этом самом бассейне у них в Больни колодце фонтаны нагадили вы имеете ввиду кто нагадил? наше санта а ну это все описано у Толстого ухажем как они о чеченце говорили а что на них он не обижается на вшейне на тараканов не обижаются не надо просто уничтожать они что он русский что касается отношение к Толстому на Кавказе вот я вам показывала фотографию того музея который там в станице Староглад Старогладовской сейчас она называется литературный графический музей Толстого вот когда была чеченская компания последние 90-х годов директор этого музея со своими сыновьями световкой в руках охранял этот дом во время войны и хотя в самом Грозном национальный музей был в общем-то разграбленный пострадал очень много экспонатов было утеряно здесь ничего не пострадало вот и уважение к Толстому было проявлено именно даже во время войны потому что когда узнавали что здесь музей Толстого сначала удивлялись все эти военные люди боевики так сказать и на просьбу директора не бомбить не вести огонь вот в этом так сказать они они не разрушали этот музей не воевали Грозный при этом разграблен вот Толстовский музей сохранился а в Грозном ну этот музей был филиалом сначала национальный музей в Грозном огромное количество пропало во время войны ну знаете Грозный разрушен был а у Старогладовской директор охранил его сыновья а сейчас сын этого директора тоже трепетнейшее отношение к Толстому скажите а он чеченец был который с сыновьями охранял да да музей забил ну немцы что уже не строили ну немцы в Ясной Поляне которые разгромили знаете немцы в Ясной Поляне когда пришли разгромили все а своих мертвых солдат закапывали там где могила Толстого а сквернино было я небольшое спасибо большое Лариса Юрьевна за лекцию к сожалению для этих началов как раз были заняты монтажом новой выставки я хотел проаннотировать на следующая лекция будет посвящена роману война и мир я как раз ее прочитаю приходите и даже я подумал начнем эту лекцию с небольшой экскурсии по той выставке которую мы сейчас готовим она посвящена ну она так называется Лев Толстой в поисках величия она одновременно приурочена в этом году у нас 250 лет со дня рождения императора французов вместе 150 лет с моментом выхода полного текста романа война и мир у нас посвящена целая выставка мы поговорим одновременно и о романе и о реальных исторических событиях ну и на самой лекции вот в контексте всего лекционного курса мы будем говорить о том как создавался военной арене приходить это обязательно начало тоже да 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 в 14.30 но первые 15-20 минут мы проведем вот в тех залах и сейчас до сих пор до сих пор